Мои дорогие друзья, запомните такую вещь, если вы ярко, с эмоциями, чувствуете какое-то событие, которое должно произойти, это значит, что это уже было. Если вы хотите знать, как выглядит будущее, оно выглядит совсем иначе. Когда человек чувствует что-то торжественно, сильно, но его это никак не колышет, это означает, что этого у него еще не было. То, что вы почувствовали, вас это сильно колыхало, вы чувствовали реально от этого жуткого угнетения психического, вам было тяжело, это означает, что это уже было. Я принял, я понял, что ладно, надо успеть все сделать, но в последней периоде у меня такое ощущение, что как-то, ну, как-то, это растворилось. Это растворилось сейчас. Это вот как раз то, что надо. Когда человек уходит из жизни, ему понадобится еще какое-то время, чтобы это переварить. Особенно, если преждевременный уход. Вот вы это и переварили. Вот вы сейчас об этом думаете, как будто нет ничего. Это означает, что ушло, как бы, от вас это все. Вот и все. А? Да, есть только вот такие, только мужские сны. У женщин таких снов не бывает. Мои хорошие, вы такие вопросы мне задаете, мне хочется шутить на них. Простите меня. Всегда, когда человек пугается чего-то в жизни сильно, ну, допустим, страх высоты, страх человека с ножом, допустим, или страх танка, там, войны и так далее. Все это значит, что он от этого получил смерть в прошлой жизни. Понимаете? То есть вот эти все страхи, это означает то, что вы не переварили еще. То есть это, особенно преждевременный уход из жизни, это очень, ну, такое травматичное событие, которое в памяти откладывается очень сильно у человека. Сны чаще всего из прошлого идут у человека. И часто сны связаны со злыми духами. Вот, например, позавчера вы обожрались на ночь, и вчера, и ночью потом у вас длился плохой сон. Это означает, что вас атаковал злой дух. Потому что, когда человек на ночь обжирается, у него кошмары снятся. Понятно? Вот это к чему. Но если вы откроете сонник, сонник откройте, то вы найдете это к чему. Понимаете? Но если вы будете продолжать обжираться на ночь, и видеть эти злые сны, и читать сонник, то вы очень скоро попадете в домик неизвестного архитектора. Где двери открываются только с одной стороны. Понятно, да? Лучше начните здоровый образ жизни вести. И тогда эти сны закончатся, потому что ваши сны означают просто беспокойный сон и неправильный образ жизни. Усвоило? Но ваша возможность предсказывать существует. Вы действительно можете это, но для этого вам надо очистить немножко свое существование. Потому что сейчас у вас это все больше связано со злыми духами, нежели с истиной. Чего начали? Я вам рассказываю, чего. Делайте все, что сказано. И все, начинайте с этого. А дежавю ты заходишь? А? А ты заходишь? А ты заходишь? А ты видишь, как будто ты это видишь? Что-то, ну дежавю, да? То есть ты идешь, что-то видишь. Как будто ты видишь. Это так и есть. Вот это уже видел. В прошлой жизни. Или в этой, может быть, видел. А если постоянно? А если постоянно, это значит, что в прошлой жизни у вас очень сильная память. Она может остаться. Человек может почти все помнить, что было в прошлой жизни. Вот я постепенно восстановил память о всей своей прошлой жизни почти. Ну все, что там у меня происходило, почти все знаю. А как это можно сделать, чтобы вы вспомнили, и выйти в свой... А как можно сделать? Я сейчас вам расскажу, как можно сделать, но вам не понравится. Я сейчас расскажу, но вам не понравится. Для того, чтобы вам вспомнить свою прошлую жизнь, вам надо сначала принять своего близкого человека. Потому что это и есть ваша прошлая жизнь. Понимаете, свою прошлую жизнь надо сначала принять, прежде чем ее вспомнить. Надо сначала принять. Ты должен стать сильнее своей судьбы. Надо принять все, что тебе Бог дает в этой жизни. Если ты все это принял, ты идешь дальше, вспоминаешь уже больше. Потому что когда ты принял, тебе легко вспоминать. Почему человек не вспоминает прошлую жизнь? Потому что он бунтует против этого. Он не согласен, понимаете? В этом проблема. Если ты чем-то не согласен, ты это вспомнить не можешь. Не только в прошлой жизни, а также в этой. Есть такой феномен, например, человек бросил близкого человека, он говорит, Олег Геннадьевич, мы расстались. А если его бросили, он говорит, меня бросили. Понимаете, почему мы расстались? А потому что не хочется это вспоминать, что ты бросил. Просто не хочется это вспоминать, потому что это тяжелая память. Это то, что тебе даст проблемы в будущем.